здравствуйте друзья подписчики и просто нерадушные люди приветствую вас на канале forest lamp в этом видео я буду делать штурвал но не все видео у меня получилось оно было снято целиком но самой сборки штурвала не будет основной в этой части механизма сборки то есть как бы начало будет начинал только делать штурвал расстраивал его и начинал точить ну а потом соответственно то что я уже наснимал уронил камеру из жесткого диска все это навернулась и оставшись я видя доснимал уже чужой камеры в общем сейчас вопрос у меня встал по камере остро все-таки жесткий диск стряхивается моментально то есть достаточно хорошенько выронить камеру я этим были за разок ронял и все она уже не открывается ничего на ней соответственно то есть здесь уже мне видео пойдет сразу же практически обработка готового штурвала строго не сидите но вот такой фосмажор произошел сейчас буду решать проблему как дальше делать все с камерой ну если что-то не получится буду снимать и телефон опыт такой уже у меня есть два раза я уже таскал ее в ремонт но походу третьего раза на вы не пережили вот у меня процесс уже пошел на чужую камеру я уже снимал саму обработку склеены все склеены на шканты сразу скажу на среди на восьмерку 4d клей это все сосна потом отшлифована и уже броширована щетка 46 зерном возборновской это как бы основное и вот сейчас вот у меня пошла тема с фрезами cnt-шные привез фрезы и они у меня на хвостовик на 12 прям балдею 12 хвостовика настолько он стабильно работает в отличие от 8 не знаю мне очень нравится то есть крупные фрезы ставлю больших размеров диаметров и они стабильнее работают вот я сразу могу заглубиться там полтора-два сантиметра сходу просто с фрезой 12 проблем масло все это идет очень понравилось не ожидал такого и самое главное что они заточные и как-то не реагируют на свой особенно хвойных породах дерева когда фрезой ведет это переходы смолы и мягкого дерева то есть по любой диагонали видео проходишь а не у него уводит понравились не сердцу стараться по возможности брать фрезы с хвостовиком на 12 с большими рабочими поверхностями конечно не стабильно работает дальше поставить можно сильнее углублять вот мне понравилось после брошюровки покрыл маслом часть покрывал бюховским маслом в коричневом и потом смешал с бормовским бормовская как там называется корик орех что до орех и фасадное масло красное ну что-то такое на один слой покрыл прозрачным ой на дисло темным и второй слой уже покрывал прозрачным сам штурвал на два слоя пока ваш немножко на контрасте с полками играл а полки ясеневый покрывал в один слой всего соответственно получилось такая не сильно не глубокая и не дал сильно масло пропитаться то есть там несколько минут твердое масло написано то есть оно сохнет подольше чем допустим белковская ну блеск и его нужно больше суток не держать чтобы уже на крепание да и я не давал ему сильно долго тут постоять то есть тут уже намазать и быстро не сильно гортон дефон то есть масло конечно дать как будет дать по хорошо впитаться то немножко на тон как минимум будет ну и если взял по себе дерево более твердое масло не так сильно пропитывается чем допустим сосна один из тем же составом покроет две доски сосна будет гораздо темнее чем ясене ясене очень плотно дерево вроде бы как бы намазываю жирно начинаешь вытирать и он очень уходит в тряпку как говорится это вот такой момент то здесь получается у меня вышло три сорта дерево штурвал сосна полки ясеневые и между полками эти распорки сделал из листиницы все эти получается для все это дерево покрыл практически одним и тем же маслом и вот насколько оно одно и то же масло под по-другому смотрится на каждом дереве можно играть даже это не то что мы расцветками color это масло а просто брать разную фактуру дерево и фактура разные сорта дерева и покрывать их и уже одно и то же изделие будет смотреться совсем по-другому я думаю даже выигрышно то же самое масло везде по-разному раскрывается ну вот нам у меня несколько дней постоит и я еще потом прозрачный финиш и бабахну говорится и тогда уже посмотрим что из этого получится да и кстати брошировать гораздо тяжелее ясен существенно ну идут и ясень они ясень конечно более фактурный баршировать приходится дольше металлической щеткой было бы быстрее конечно но это было бы сильно грубо не так сглажен я как-то не сильно любитель металлических щеток это как крайняя мера вот а сосна в баршируется вообще на раз и лиственница мне нравится очень хорошо брошит но не лиственница сосна хвойные деревья рост родственные души как говорится долго ломал голову как это все связать с веревкой а потом итоге понял что вот и не нужно когда хротически завязать это узлами чтобы это выглядело что корабельные доски канатами привязаны к штурвалу такую тему обыграл не стал это прямо делать какие-то пиши и что-то прикручено полочки визуально с удовольствием и корявых доски говорится после корабля прикручены к штурвалу палубные не палубные ну вот что ты вот с этой оперы идет все думаю надо когда сделать более хорошее закрепление для счет чтобы можно было вот так вот в режиме какую-то мелкую вещь брошировать одной рукой эту макитовскую дуру таскать тяжеловато в одной дырке есть придерживать зажимать но в общем хочу подумать у меня вот есть щетки эти широченные сделать какой-то григер для них прям вращался вал можно принципе это используйте на токарном станке зажимать и более широкой щеткой регулировать обороты тоже брошировать все хочу как-то поэкспериментировать руки не дошли все это наклеил на восьмые шканты естественно склеил и снизу уже с обратной стороны закрутил на обмедненный ну вот если покрывать этим маслом просто в банке на конечно очень прям коричневая черная темная покрываешь ну вот все прям чернючая а потом через какое-то время начинаешь вытирать но мы прям свежели как будто ты его там силе не покрывал а при покрытии да прям кажется вот все сейчас про пропитается я ну такой я отдает какой-то зеленоватый оттенок такой типа камни теле фисташковый то есть не прям коричневый прям зелено стакал бледного оттенок получился ну принципе понравилось с блеском такими с первого раза матовый блеск не появляется вот как-то ну интересный способ но вот игру прям каждое масло надо попробовать на каждом дереве то есть ты на одном он пошло вот я допустим пробовал это масло на сосне она мне как-то не очень понравилось она есть совсем по-другому заиграла то есть тут я думаю все вот виде какой-нибудь он начинаешь вытерять прям светло светло становится но здесь при этом сразу с блеском в один слой здесь всего один раз покрыла вот он просохнет потом покрою уже разными вариантами поизвеляюсь все время экспериментирую с разным маслом вот она высохла стала матовым ну и вид получился такой более состаренные старые доски вот как вариант сейчас еще нужно будет там сделать в этой же теме будет и якорь также с канатами и тоже это виде панно только там будет без часов без этих вещей может быть там скорее всего будет стоять что-нибудь из жидкого стекла и заливку форму придумаем ну или конечно в виде барометра или термометра какого-нибудь тоже строить чтобы это была вещь ну еще и практично не просто штурвал там или чем-то вещь можно было виде полки или часов какой-то функционал вечно слоя не только эстетическую но это вот думаю на следующей неделе да изгаляюсь потому что сейчас еще параллельно делаю кухню брутальную еще столы два с половиной метра вот может быть еще и поставил склейку на сундук сундук у меня будет метр двадцать на шестьдесят и высоту 70 то есть сундук который будет залазить два человека я думаю что это вот такая не маленькая штукенция приличных размеров большая это вот заказали такой сундук возле об этом на празднике выскакивать две девочки праздник это медной горы мастеров и все таком духе он будет сделан из лестницы уже там на склейку идет потихонечку то есть ближайшее видео будет такие вот анонс еще будет портал из сосны для камина из балки 100 на 200 такой вот для камина в бане в тоже брутальную то есть эта тема тоже будет быть ближайшее время ну вот такое видео получилось строго друзья не судите подписывайтесь ставьте лайки дизлайки задавайте вопросы но я по крайней мере все кто мне что задал вопросы всем ответил если кому-то там не ответил может просто не заметил или еще что такое если адекватный вопрос я отвечаю потому что весна было у некоторых было обострение были очень глупые вопросы до новых встреч друзья подписывайтесь будет еще много много чего интересного спасибо всем за внимание